Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Поскольку сегодня понедельник, традиционно для этого дня в 16.00 по московскому времени, я проведу вебинар, традиционный правильный понедельник, причем тему этого вебинара предлагаю выбрать вам. В нашем телеграм-канале мы проведем голосование, предложим несколько тем на выбор по самым разным финансовым инструментам. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Друзья, ваш фидбэк очень важен для нас. Обязательно поучаствуйте в вопросе. Те, кто не знает, что у нас есть телеграм-канал, в описании к этому ролику вы сможете найти на него ссылку. Ну что ж, это неделя. Переоценить ее практически невозможно. Мы ждем очень давно какие-то интересные движения на рынке. Мы ждем появления серьезных катализаторов новостных для динамики доллара. И на этой неделе сразу два события. Завтра данные по инфляции и в среду заседание американского регулятора. Решение по процентной ставке. Это тема, которая давно влияет на волатильность доллара, потому что в зависимости от того, что решит ФРС, повышать ставку дальше или нет, уже в принципе зависит долгосрочная тенденция. Либо американская валюта будет расти впоследствии, либо все-таки перейдет к развитию нисходящей динамики и впоследствии протестирует поддержку 100 пунктов ровно. Я предлагаю начать прямо с индекса доллара. Текущей котировки 103.20. Это по-прежнему минимум из конца мая. Я сторонник короткой позиции, потому что мое решение по тому, что ожидать от курса доллара, зависит напрямую от ожиданий касательно процентной ставки. Есть инструмент FadeWatch. Мы на прошлой неделе каждый день говорили о том, как рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки. Я предлагаю сейчас не нарушать эту традицию. По данным инструмента FadeWatch, вероятность повышения процентной ставки сейчас оценивается в 26,4%. Ну, согласитесь, то, что такая вероятность фактически означает, что ставка повышена не будет. Очень сильное рыночное настроение изменились после выхода данных по первичным заявкам на пособия безработицы на прошлой неделе, поскольку мы увидели такой экстремальный показатель роста числа обращений 261 тысяча. Это максимум с октября 2021 года. И мы всегда знали, что трейдеры, скажем так, инвесторы, участники рынка очень чувствительны к данным по рынку труда. И эта чувствительность объясняется тем, что некоторое время назад сам американский регулятор дал нам понять, что то, как будет меняться процентная ставка, очень сильно коррелирует с силой национального рынка труда. Если вы вспомните, я надеюсь, вы вспомните, друзья, то, что каждый раз, когда мы анализировали пресс-конференцию руководства Федрезерва, всегда были формулировки о том, что повышение ставки, скорее всего, уместно, потому что рынок труда по-прежнему сильный. Каждый представитель Федрезерва, голосующий член американского регулятора, который высказывался в пользу возможности голосования за повышение процентной ставки, оправдывал вот эту свою инициативу и решительность именно поднять руку за то, чтобы ставка была увеличена тем, что рынок труда по-прежнему сильный. Но поскольку после выхода данных по Non-Farm Perils у нас было свидетельство роста уровня безработицы, сейчас еще и очень много вопросов к первичным заявкам, тенденция растущая, и это уже такая печальная картина по общему состоянию национального рынка труда, мы точно не можем сказать, что рынок труда по-прежнему сильный. Многие считают, что он явно охлаждается, и, соответственно, с этим охлаждением приходит такая трезвость в сознании американского регулятора, что дальнейшее повышение оно сейчас совершенно не нужно. Рынок по-прежнему расколот. Я уже много раз также об этом говорил, среди даже моих коллег нет четкого понимания, видения и какой-то уверенности в том, как может поступить Федрезерв. Ну, пожалуй, я не меняю свою точку зрения. Я считаю, что ставка не будет повышена, потому что очень много слабых данных даже помимо американского рынка труда. Это АСМ производственного сектора, сфера услуг, которую мы также разбирали ранее. После этого точно не стоит рассчитывать на какие-то сильные показатели по ВВП. И если кто-то оправдывает, опять же, уместность повышения процентной ставки высокой инфляции, да, я признаю, что инфляция все еще существенно выше целевого ориентира. Но буквально завтра выйдут данные по индексу потребительских цен за прошлый месяц, то есть за май. И по прогнозам мы можем увидеть снижение индекса потребительских цен с 4,9% до 4,2%. Я думаю, что если фактические цифры будут вот около значения 4,2%, возможно, это будет уже решающим аргументом для Федрезерва признать, что текущая ставка высокая, она работает, и, возможно, уже стоит пересмотреть свой подход к тому, как нужно проводить монетарную политику. Есть на рынке точка зрения, что сейчас ФРС пойдет по пути компромисса, то есть он выберет выжидательную позицию, будет следить за макоэкономическими данными, и если через какое-то время, скажем, к концу года поймет, что инфляция остается стабильно высокой, перейдет снова к повышению процентной ставки. Этот сценарий как уместный и возможный признают даже Е. Хотя я некоторое время назад был уверен, что пауза американского регулятора будет фактически равносильна, и она будет означать, что ФРС через какое-то время точно начнет снижать процентную ставку. Но есть уже прецедент Резервного банка Австралии, когда ставка росла в долгий период времени, потом Резервный банк Австралии взял паузу, и после этой паузы снижение не последовало. На прошлой неделе, мы помним, Резервный банк Австралии неожиданно взял и снова повысил процентную ставку. Такой сценарий возможен и для Федрезерва. Но на текущем этапе первая реакция доллара все же должна предполагать снижение, поскольку отсутствие повышения процентной ставки, как ни крути, это признак, сигнал возможного отказа регулятора от жесткой монетарной политики, что в конечном счете может привести к ее последующему смягчению. По другим финансовым инструментам, рынок нефти 73,94, рынок игнорирует новостной фон, связанный с началом сезона отпусков в США, снижение предложения со стороны страны ОПЕК, снижение предложения со стороны Саудовской Аравии. В больших объемах это снижение, это те коррекции, которые только лишь запланированы, но анонса их тоже очень много. Я думаю, что на этом снижении рынок нефти мог бы выйти на новые локальные максимумы. Но, видимо, сейчас требуется больше доказательств и подтверждений стабильного спроса со стороны Китая, которых невозможно получить без сильных отчетов. В этот четверг выйдут данные по Китаю, промышленный производство, рыночные продажи, важные индикаторы общего состояния китайской экономики. Будет важно нам их проанализировать. Я очень рассчитываю на то, что данные все же превысят ожидания экспертов и рынок нефти сможет развернуться. Британская валюта против доллара 1,2569. Ждем завтрашний блок статистики по рынку труда. Прежде всего нас интересует динамика по росту заработных плат, потому что, на мой взгляд, инфляционная спираль, в которой сейчас находится британская экономика, она в конечном счете является следствием роста заработных плат. И по прогнозам зарплаты снова выросли с 6,7 до 6,9% в годовом выражении. Но есть очень интересный отчет от компании по подбору персонала в Англии, Indeed UK. Предварительные данные указывают на то, что зарплаты выросли существеннее на 7,2% в годовом выражении. И этот отчет, он своего рода является репетицией перед официальными данными. Так же, как и DP, является репетицией перед выходом данных Nonfarm Perls. Я склонен доверять этому релизу, поэтому завтра я жду растущую динамику по зарплатам, что, соответственно, вернет на рынке разговоры о том, что инфляция не миновала своих пиковых уровней в Англии. И Банк Англии, который увидит все это так же, как и мы, скорее всего, решится на более агрессивное повышение процентной ставки. Поэтому по фунту длинные позиции остаются в приоритете. Доллар канадец, друзья, поскольку сейчас рынок нефти все же не идет по тому сценарию, который хотелось бы видеть, я думаю, что по данному дает финансовых активов лучше закрыть позицию. Тем более, что мы ранее правильно спрогнозировали значительные снижения, и эта сделка уже принесла прибыль. Ну да, теста поддержки 1.33 быстрого не последовало. Я думаю, что как только будут более интересные сигналы, опять же, когда мы получим подтверждение уже точного разворота по рынку нефти, мы вернемся к паре доллар канадец снова. И также хотел еще обратить ваше внимание на золото. 1957 долларов за тройскую фунцию. Сегодня настроения на рынке снова изменились, и большинство, друзья, снова в длинных позициях. 58 процентов. Как вы знаете, я с толпой по золоту никогда не стою, поэтому принял снова волевое решение. Несмотря на открытие сделки буквально в конце прошлой недели, сейчас ее закрыть и ожидать более интересных сигналов от индекса рыночного сантимента. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!